Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас всего лишь во второй раз представитель легендарной серии GW6900. И может быть в последнее время она нас не так часто радует релизами, но я для вас достал выход 2011 года, причем данная модель появилась максимально громко и стала вот одной из самых заметных, пожалуй, среди всех G-Shock. GW6900NB7E и приобрести эту модель вы сможете в официальном магазине G100Russia. Ссылку, как всегда, я оставлю в описании к этому ролику, плюс по промокоду Частер зрители моего канала будут ждать специальные скидки. Покупая часы в этом магазине, вы также получите бонус-пак с интересными сюрпризами внутри. Темный, полностью темный циферблат и светлый корпус и ремешок. Да, действительно белоснежный цвет, аж прямо настолько, что немного слепит его белизна. Корпус из полимерного материала, достаточно массивный, при этом небольшие кнопки, две слева, две справа, крупная по центру, снизу отвечает за активацию подсветки. Стоит также заметить, что левая верхняя чуть-чуть сдавлена вниз, также как, кстати, и на DW5600, то есть она используется только в основном для настройки часов, поэтому ее чуть-чуть утапливали. И плоское минеральное стекло утоплено значительно ниже вот этих выступов. Ну, на самом деле форма узнаваемая, все-таки DW6900 уже та серия, которая выпускается десятилетиями и многим-многим знакома, даже если вы не являетесь фанатом японского бренда данного. Но, тем не менее, сам циферблат более примечательный, чем корпус, потому что вот эти три глазика стали действительно фирменной карточкой этой серии. Ну и основной циферблат, конечно же, это день недели, месяц, число и текущее время. На верхних циферблатах сейчас визуализируется, как вы поняли, секунды. Функционал. Функционал здесь примерно такой же, как тоже у DW5600, то есть это многофункциональный будильник, который можно задать на ежедневное звучание, ежемесячное, на конкретную дату. Также здесь таймер обратного отсчета до 24 часов, причем от 1 секунды его можно задать, он по секунде. И секундомер с точностью 1 сотая до 24 часов также. В общем-то здесь никаких сюрпризов по функционалу, тем не менее, стоит заметить, что сама по себе модель могла вам даже где-то попадаться. Начну с того, что серия изначально появилась в 1995 году, а вот данная вышла в 2011 в рамках релиза Mirror Face. Ну и вы, наверное, заметили, что действительно несколько зеркальный такой вот циферблат у модели, особенно если на свет поднести, мы видим, что у него оттенок даже ближе к серому, а не черному. То есть интересное отражение тоже здесь присутствует. Так вот, в том релизе было 4 модели, наша белая, черная, которая, кстати, до сих пор продается, и еще зеленая с фиолетовой. Но наш сегодняшний гость получил такую рекламу, о которой могут позавидовать даже самые люксовые часовые бренды. Модель появилась на руке Эминема в клипе на песню «I need a doctor» и действительно стала сразу знаковой. До сих пор, как вы понимаете, выпускается, но у нее со временем немного модуль поменялся, сейчас там внутри 3230, это питание от батарейки 2016, примерно срок службы рассчитан на 2 года, и здесь же, кстати, электролюминесцентная подсветка. Зеленовато-синий оттенок и классно читается циферблат, но самое интересное, что вот сейчас я нажал на кнопку и не отпускаю, и она продолжает светить. Это как раз один из тех редких случаев среди G-Shock, когда мы можем задержать кнопку подсветки и она не будет затухать, очень удобно. На запястье сидит здорово, сразу такой светлый летний оттенок, даже несмотря на темный дисплей, сама модель выглядит очень свежо. Ну и габариты здесь следующие, 53,2 высота, 50 ровно ширина, 16,3 толщина, конечно, за счет выступов набралась. Ремешок здесь выполнен из такого же материала, как и корпус, в том же цвете, казалось бы, но нет, с интересным принтом еще. Мы видим, что он идет от самого корпуса до почти краешка ремешка, несколько разбавляет белый стиль внешний данной модели, и тут на запястье от 14 сантиметров до 22, он почти подходит. Общий вес небольшой, 67 граммов. Белое с черным, это, конечно, комбинация знаковая, да, спортивный стиль тут, и под деловую одежду вряд ли они уже подойдут, но, тем не менее, летнее использование на голозапястье или даже с закрытым рукавом, с какой-то светлой одеждой, тоже будет отлично. Но этот дизайн, на самом деле, в часовой индустрии уже настолько известен, что, думаю, никто не удивится, если вы их наденете под практически любую одежду на свой вкус. Конечно же, данную модель, как и всю серию, мы выбираем, в первую очередь, не за функционал. Да, он здесь хорош, это, конечно же, секундомер, будильник, таймер, все то, что может помочь и во время занятий спортом, и просто в бытовых ситуациях, да и надежность G-Shock никуда не делась, вот непроницаемость, противоударность, все на месте. В первую очередь, мы выбираем эту серию за стиль, за дизайн, за вот эти легендарные формы и три глазика. Конечно же, я упомянул серию в своем видео топ-5 G-Shock, однако, в сам рейтинг она не попала, я объяснил почему, потому что, в общем-то, сейчас мы не видим какого-то большого разнообразия, скорее, серия уже все-таки потихоньку уходит на задворки, по крайней мере, конкуренцию с DW5600 она все-таки проиграла. Прямоугольные они стали более известными, но, возможно, у этих круглых и другая цель была. Другая цель, она, может быть, реже встречается, но зато по-своему хороша, по-своему аутентична, и вот эти три глаза мы потом увидим еще в многих других сериях, поэтому она, в свою очередь, дала тоже ход некоторым моделям. Ну и, как я уже сказал, линейка расширилась, теперь в G-100 Russia вы можете приобрести один из нескольких различных вариантов, от сдержанных до безумно ярких и красочных, и не забывайте, что по промокоду CHASTER вас будет ожидать дополнительная скидка. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте ее в комментариях под видео, и если она вам понравилась, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!